Решев Решев переводится как пламя вспышка, а также сжигание чума мор. Супруга Анат или Кудшу, тесно связанная с Хароном, соответствует шумеро-аккадскому богу Нергалу, а также по некоторым версиям эллинистическому Аполлону, как насылающий болезни путем поражения стрелами. Возможно, основной из ипостаси Решефа был палестинско-хананейский бог Микаль. Решеф пошел в египетский пантеон, где почитался как побеждающий врагов, почитался на Кипре. Я цитирую Википедию. Согласно египетским писаниям, Решеф носил короткое одеяние, перетянутое ремнями и высокую конусообразную шапку, украшенную фигуркой головы газели. В руках щит, копье и боевой топор. Если не считать бронзовые статуэтки и украшенные горельефами каменные стрелы, изображения Решефа довольно редки. Из всех случаев его портреты передают один и тот же образ – вооруженный до зубов мужчина, увенчанный короной, напоминающей белую корону Верхнего Египта. Интересно, что древние греки видели в Решефе одно из воплощений Геракла, человека-бога, совершившего множество подвигов. Решефу молились и при каких-то проблемах со здоровьем. Ну вот так вкратце из Википедии о западносемитском боге амарийского происхождения, боге огня и молнии, губителе насылающий мор, боге войны, покровителе оружия – Решеф, Раша. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok